Добрый вечер! Время новостей на канале ТНТ Тула. О самых главных событиях города и региона сегодня расскажем мы в студии Светланы Динброва и Алексей Шершнев. Смотрите сегодня выпуски. В зоне внимания и независимой оценки глава Минтруда России в Туле рассказал о качестве и доступности социальных услуг. Следователи назвали причину задержания чиновника областного правительства. Квартиры вне очереди. Один из тульских долгостроев стал пристанищем для бомжей. Стали известны подробности задержания заместителя председателя комитета Тульской области по развитию туризма Александра Душакова. Его подозревают в получении взятки в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Отметим, что на должность в правительстве он был назначен лишь в декабре 2016 года. Ранее Душаков работал председателем комитета экономического развития администрации Щекинского района. Именно с этим периодом его деятельности следователи связывают коррупционное преступление. По данным Следственного комитета, в период с 2015 года Александр Душаков обманным путем получил от предпринимателей денежные средства, якобы предназначенные для расходования на нужды районной администрации. Он обещал за это не препятствовать предпринимательской деятельности. При передаче очередной части денег, 100 тысяч рублей, его задержали сотрудники областного управления РСБ. В правительстве региона заявили, что губернатор был проинформирован о проводимых в отношении Душакова проверочных мероприятиях и надеются, что правоохранительные органы оперативно и объективно разберутся в данной ситуации. Похоже, что коррупционные и не только коррупционные скандалы, связанные с периодом губернаторства Владимира Груздева, только набирают обороты. Напомним, совсем недавно вынесен приговор Максиму Мищенко, бывший министр областного правительства, получил два с половиной года колонии за мошенничество с бюджетными средствами. А осенью прошлого года осуждена экс-начальник управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Наталья Кононыхина. Была доказана ее вина по двум статьям – мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Нельзя не вспомнить бывшего главы Тулы Александра Прокопука, который получил должность не без поддержки Груздева. Экс-директора спецавтохозяйства отправили в колонию на шесть с половиной лет за растрату в особо крупном размере. Еще один ставленник бывшего губернатора – глава администрации Богородицкого района в марте с позором ушел в отставку. Ираклия Маград за Алексей Дюмин упрекнул в неэффективной работе, провале ряда важных для района программ и резком падении уровня доверия к власти в Богородицке. Самое громкое событие последних дней – увольнение министра здравоохранения региона Ольги Аванесян. Ее обвинили в приписках, обмане страны и ее руководство. Причем обвинил никто иной, как министр здравоохранения России Вероника Скворцова. А на фоне всего этого итальянская газета «Ля Стампа» обнародовала информацию о том, что Ольга Груздева, супруга экс-губернатора Тульской области, купила виллу на Сардинии за 25 миллионов евро. Издание предположило, что Владимир Груздев опасается претензий правоохранительных органов и потому заблаговременно подготовил себе за рубежом запасной аэродром. Так это или нет, покажет время. Сегодня Тульская область посетил министр труда и социальной защиты России Михаил Топилин. Главная цель поездки и общения с правительством региона – обсудить, как формируется система независимой оценки качества работы государственных и муниципальных организаций социальной сферы. К ней им относятся учреждения здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания. Независимая оценка должна повысить качество и доступность услуг. Но для этого, по мнению федерального министра, необходимо определить четкие критерии самой оценки и ввести публичные рейтинги деятельности учреждений. Существенная роль отводится общественным советам. Еще один важный элемент – доступность информации о деятельности организаций. В Тульской области независимая оценка уже проводится. Текущий рейтинг региона составляет 0,56, что выше среднего показателя по России. Мы сможем в результате работы тех, кто оценивает, мы сможем принять более правильные действия. Когда люди сказали, что вот сделайте вот это, сделайте вот это, вот здесь нам что-то не нравится, здесь это неудобно. Просто нам самим нужно воспринимать это не как проблему, которую нам принесли, а как помощь, которая потом сможет нашу работу улучшить. Максим Топилин, разумеется, не только участвовал в совещании, он посетил несколько учреждений социальной сферы в Туле. София Кириллова сопровождала министра. Первый Максим Топилин посетил кардиодиспансер в городской больнице номер 13. Здесь ему показали, как в центре проверяют работу кардиостимуляторов, а также ознакомились с новыми возможностями для маломобильных пациентов. В ближайшем будущем больницу планируют оснастить специальным подъемником для инвалидов, а пока здесь работает кабинет неотложной помощи. Это возможность для маломобильных пациентов, пациентов, которые плохо перемещаются, получить помощь на одном этаже, не поднимаясь на другие этажи, в других отделениях. Следующим пунктом поездки стал социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В прошлом году здесь прошла независимая оценка качества работы. Проводили ее по пяти критериям. Открытость информации об учреждении, время ожидания и комфортность оказания услуг, а также доброжелательность сотрудников и общая удовлетворенность качеством услуги. Для того, чтобы оценить работу учреждения вот так независимо, мы вместе с экспертами в каждое учреждение, которое определено в этом году для проведения независимой оценки, выезжаем. То есть непосредственно на месте оценивается каждое учреждение. В центре дети с ограниченными возможностями здоровья могут находиться как на дневном стационаре, так и на круглосуточном лечении. Здесь они занимаются лечебной физкультурой, получают массаж, помощь психологов, логопедов и дефектологов. Но главное, врачи корректируют нарушения на ранней стадии, стараясь не допустить инвалидности. Программа ранней помощи очень заинтересовала министра. У нас по данной программе в пилотном проекте 14 уже учреждений выучено порядка 250 детей. Максим Топилин предложил включить Тульскую область в пилотную программу по оказанию ранней помощи. В ней подразумевается постоянное взаимодействие органов здравоохранения, образования и социальной защиты для наиболее полной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. София Кириллова, Игорь Щепотьев, Тульская служба новостей. Девятиэтажная помойка почти в самом центре Тулы, в полутора километрах от Кремля. Дом номер 62 по улице Октябрьской сейчас больше похож на свалку. Вокруг и внутри здания горы мусора. Вместо жильцов в квартирах поселились бомжи и наркоманы. Жители близлежащих домов в этот двор не заходят, боятся. Из окон в прохожих летят камни и пустые бутылки. Квартиры в элитной тульской новостройке заселили бомжи и наркоманы. Долгострой на улице Октябрьской 62 теперь принадлежит им. Гостей новые хозяева не жалуют. На головы соседям из выбитых окон летят камни и пустые бутылки. Здесь будет поток детей. То есть начиная вот детокласс может с 4-го, 5-го и заканчивая старшеклассниками. Всякие дядьки смутные здесь пьют, распивают спиртное. Прямо здесь вот может на ступеньках выше заходят. Молодежь вся наверху сидит. То есть здесь, ну, я не знаю, потому что нет ни строжей, никого здесь постоянно. Вот находится здесь очень много людей. И вот когда ходишь, не факт, что тебе не бросить что-то на голову. Этот дом начали строить 8 лет назад. Сделали многое. Вставили окна, проложили электропроводку. Продажа квартир практически началась. Но в январе 2015 года директор фирмы-застройщика Николай Голуб скончался. Стройка остановилась. Наследники не смогли найти инвесторов для завершения проекта. Дальше в дело вмешались тулики. И все, что можно было украсть, украли. Окна выбиты. Зимой бомжи жгут костры прямо в квартирах. Пожары случаются здесь каждый месяц. Ходить боимся, потому что идешь и кирпичи летят, бросают сверху. С детьми вообще невозможно пройти. Страшно просто выходить на улицу. Здание выставили на торги. Интерес к нему проявило областное министерство имущественных и земельных отношений. Но пока нет судебного решения, дом по факту ничей. Сергей Речец, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. Борьба с перенакоплением быдовых отходов и стихийными свалками подходит к концу. Такое заявление прозвучало на открытом форуме «Экологическая безопасность» в Тульской области. Он проводился под эгидой прокуратуры региона. Глава администрации Тула Евгений Авилов отметил, что до 1 мая все контейнерные площадки должны соответствовать нормам, а все незаконные свалки будут ликвидированы. По словам сети-менеджера, за решение данного вопроса ответственность лежит на управляющих компаниях. Все контейнерные площадки официально закрепят за УК. При необходимости городские власти помогут туликам принудить коммунальщиков к установке мусоросборников там, где они необходимы. На сегодняшний момент большинство управляющих компаний начали действовать по правилам и соответствия законодательствам. Поданы заявки Министерства на выделение земельных участков, проводят собрания с собственниками, жителями и организовывают места сбора мусора. До 2021 года свалки рекультивируют в Чернском, Богородицком и Щекинском районах. Об этом в рамках форума сообщил министр экологии и природных ресурсов Юрий Панфилов. К октябрю в Киреевском районе будет утилизировано 370 тонн штуцодержащих отходов, которые единственные в Тульской области относятся к первому классу опасности. Кроме того, за последние пять лет предприятия Тульской области построили очистные сооружения на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции по итогам экологического форума заявил председатель областного правительства Юрий Андрианов. Также он добавил конечная цель всех мероприятий в сфере экологии – повышение безопасности в регионе. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений установленных экологических требований. А самое главное, и в этом, опять же, не побоюсь этого слова, я всегда говорю нашим коллегам с прокуратуры, у нашей прокуратуры есть одна особенность. Они очень сильно помогают нам в профилактике правонарушений. Пьет, постоянно заливает соседей, не платит коммуналку, не здоровается и хамит. Так жители одного из домов по улице Сойфера описывают своего соседа. Судя по этой характеристике, за стенкой живет какой-то рецидивист. Но нет. Жалуются соседи на мужчину, который работает священнослужителем в одном из тульских храмов. Неужто бес вселился? Задалась вопросом съемочная группа ТСН и решила выяснить, кто лукавит в этой истории. Он заливал меня семь раз. Квартира Лидии Ивановны Страховой пережила не один потоп. Последний, великий, произошел в марте. Лило из квартиры на третьем этаже. Там вместе с женой проживает протеерей Дмитрий. Супруги, уверяют соседи, нарушают божьи заповеди. Который дежурный был, он приехал на машине, это вызов был такой срочный. Она говорит, а все здесь все сухо. Он говорит, где же сухо-то? Это отъянает чуть-чуть линолеум. А это что? Вот она вода-то. Только что вода-то была. Вот только что. Что ты мне говоришь-то? В общем, они вот такие соврать, им ничего не стоит. Последний потоп был масштабным, говорят жители, только из-за того, что сосед снова согрешил. Позволил себе спиртное во время Великого поста. Не в трезвом виде он вышел. И не сразу открыл. Почему еще воды-то прибавилось от того, что если бы сразу все это прекратить бы, он бы трезвым был бы в состоянии, он бы не позволил. А то ведь лило до первого этажа и даже уже на улицу как бы из квартиры цикла вода. Ладно, не здоровается, но вот не платить за коммуналку и капремонт. Это жителей совсем не устраивает. Дома священнослужителей не оказалось. В храме пояснили, что протеерея нет на месте. Уехал. Куда? Не пояснили. Выяснилось, вызвал такси и поехал домой. После восьмой попытки достучаться дверь квартиры открылась. Протеерей заявил, соседи лгут. Семь раз затапливали. Кто? Вы, соседи. Нет, это был один раз. Вот недавно затопил всех. Говорят, что пьяный вы были в этот момент. Нет, я не был пьяный в этот момент. У меня просто очень сильно болел желудок, у меня гастрит, панкреатит. Вот, пьяный я не был, я просто в очень плохом состоянии, мне очень плохо было. Не пьете? Нет. Я был трезвый. За коммуналку долги были, не отрицает мужчина, но сейчас все практически оплачено. Соседями здоровается, не хамит. И кто же все-таки лукавит? Вопрос. Жители шести квартир, кстати, уже написали жалобу в тульскую епархию с просьбой урезонить их соседа. Юрий Зайцев, Игорь Щепотиев, Тульская служба новостей. За пояснениями столь необычной ситуации тульская служба новостей обратилась в тульскую епархию. Там пояснили, что рассмотрят жалобу, если таковая имеется, и направят ее в епархиальный суд, где и может быть рассмотрено поведение протоиерея. Возможное наказание вплоть до лишения сана. В епархии также пояснили, что даже за пределами церкви священнослужитель обязан оставаться образцом приличия и благочестия. В четверг, 6 апреля, в эфир выйдет новый эпизод проекта «По всем фронтам». На этой неделе свои версии военных песен представит рэп-коллектив из Тулы и Воркуты и экспериментальный рок-проект из Щекина. Светлана Мулыкина продолжит тему. Две тульские группы, две военные песни. Этот четверг откроет череду программ, в которых мы познакомим вас с нетленными композициями, исполненными по-новому. За право участвовать в финальном концерте 9 мая первыми сразятся группы «Пламя», «Дракона» и «Ласты Колумба». В их исполнении вы услышите песни «Давай закурим» и «Огонек». Сэмпл должен всегда играть. Вот это, да, я считаю. Тогда мы не считаем это. Попробуй считай. Попробуй считай. Чтобы рассказать о том, как и когда были созданы эти песни, журналисты ТСН-24 подняли архивы и отсмотрели несколько часов кинохроники. Ведь в каждой мелодии и в каждом стихотворении есть своя история, которую нам очень хочется показать честно и правдиво. Музыканты работали над аранжировками несколько недель, полностью перестроив любимые мелодии под свой стиль. В оригинальной версии трека очень мало слов, а для рэп-исполнения нужно как можно больше слогов в тексте, поэтому мы добавили что-то свое. Мы много песен прослушали. Как-то легла мелодически, что ли, как-то так близко она нам получилась. Вот мы ее сделали в таком блюзовом, наверное, варианте. Услышать работу участников вы сможете в этот четверг в 19.15 проголосовать за команду, которую захотите увидеть 9 мая на площади Ленина, можно будет часом позже в группе ТСН-24 ВКонтакте. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Сразу после выпуска новостей смотрите прогноз погоды. Ведущая программа «Олеся Сокол» поделится с вами самой достоверной информацией. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Делитесь своими новостями телефонной редакции 25 45 45. Смотрите Тульскую службу новостей на канале ТНТ в 14 и 19 часов ежедневно по будням или на ютубе. С вами были Алексей Шершнев и Светлана Динброва. Увидимся. А пока реклама. В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. С вами Алисия Сокол. Здравствуйте. В православной церкви 6 апреля почитают память святых Якова и Захара. Чуть позже подробнее об этом дне, а пока погода в Туле области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометр покажет плюс 7, плюс 13, в Ефремове плюс 5, плюс 11, в Белеве плюс 7, плюс 12, но в Московске плюс 6, плюс 11. По прогнозам 6 апреля температура в Туле будет колебаться от 6 до 15 градусов по Цельсию. Пасмурно, влажность воздуха 65-100%. Ветер южный до 8 метров в секунду. 6 апреля магнитных бур не ожидается. Условия очень комфортные. День 6 апреля был посвящен подготовке к такому празднику, как Благовещение. Славяне в этот день старались переделать всю важную работу. Существовала очень интересная примета. Если незамужняя девушка в этот день пойдет в храм, то в этом году она обязательно выйдет замуж. Также 6 апреля отправлялись в храм для того, чтобы осветить семена. Считалось, что в этом случае они дадут отличные всходы. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и добрых улыбок. С вами была Леся Сокол. Увидимся завтра в это же время.